Вот этот ролик, где Жириновский поливает нас всех и называет жителей Урала дебилами, жителей деревень дебилами. Ну, конечно, он взорвал всех, всех за дело. На самом деле, ситуация достаточно простая. Я уже говорил, Жириновский это такой тип, которому разрешается говорить все, что он хочет, взамен он делает все, что ему скажут. То есть, совершенно послушно делает все, что ему скажут, то и делает. Но говорит он то, что хочет. Такая договоренность у них. А на самом деле, здесь весь вопрос просто безнаказанности. То, что Жириновский говорит, он, как правило, говорит среди своих соратников, на заседаниях депутатов, на заседаниях Государственной Думы, на пленарных заседаниях Государственной Думы. А если он все, что он там говорит, произнесет среди приличных людей, то он, конечно же, наполучает оплеух. Понятно, что канделябрами его бить не будут, но оплеух он наполучает. С ним уже бывало такое. В свое время депутат Государственной Думы Андрей Савельев просто напинал Жириновскому, посадил его назад, на задницу, посадил его прямо в Госдуме, именно вот за подобные высказывания, за подобную риторику. Ну и, попытаясь сформулировать, все такие вещи люди позволяют себе только от безнаказанности. Я внимательно посмотрел ролик, но нормальный человек этого не станет говорить. Ну, просто любой нормальный, достойный, уважающий себя человек никогда в жизни такого не произнесет в отношении других людей, в отношении огромного количества других людей, в отношении просто достойных людей. Ну, это Жириновский, что он, сами понимаете. Я думаю, что ему сейчас не стоит здесь появляться. Просто не стоит, потому что, ну, где он будет в шаговой доступности, конечно, он наполучает оплеух, там, гнилые помидоры, тухлые яйца. Это его удел, это то, чего он в этой жизни заслуживает.